И мы продолжаем наш разговор в рубрике «Ислам шаг за шагом лечение от колдовства». На прошлой нашей встрече мы говорили, каким должен быть лечащий и в чем опасность этого дела, и что такое колдовство, как оно действует на людей. Сегодня мы поговорим о том, как нужно лечить, какие методы и средства используют лечащие. Здесь очень важно подметить такой момент, то, что лечащие врачи или те, которые занимаются излечением больных джинами, или душевно больных, или больных с глазом, все эти методы, которые они используют, они, возможно, и не имеют основания в сунне, поскольку здесь общее правило, что помогает, то они и используют. И поэтому у каждого лечащего врача есть свои методы, свои способы и свои инструменты для того, чтобы вылечить больного. Мы же укажем на некоторые из них. В этой болезни, как и в прочем и других болезнях, самое важное – это профилактика. Первое – это следить за собой, за своим иманом, упоминать Всевышний Аллах, ходить в чистоте. И второе – это обходить мимо всех, кто занимается этим грязным делом. Колдуньи, ведьмы, прорицатели – все, кто занимается этими вещами, их нужно обходить. Пророк сказал, тот, кто пошел к колдуну и поверил ему, тот вышел из ислама. То есть это куфор, пророк сказал, это неверие Всевышнего Аллаха. А тот, кто пошел, все же пошел, но даже если не поверил, 40 дней его молитва не будет принята. То есть он будет читать намаз, он будет исполнять свой фарт, обязанность перед Всевышним Аллах. Но награду за этот намаз не получит. Поэтому первое и самое важное – это не ходить, не интересоваться, не читать гороскопы, даже не смотреть вот эти вот передачи и фильмы, где они занимаются этим. Человек, мусульман, должен страгироваться, он должен быть далек от этого всего, чтобы не заболеть и чтобы не подцепить эту страшную заразу. А стоит отметить, что все методы, все способы, которые используют лечащий, раты, которые читают руки, все эти методы он когда-то взял у своих учителей, которые когда-то попробовали, поскольку мало существует хадисов и сведений, что конкретно именно так по сути это делает. То есть это как обычное лечение от какой-то болезни, нет какого-то конкретного метода, просто эти средства и способы когда-то применялись и стали причиной того, что кто-то выздоровел. Поэтому лечащий врач выбирает для себя удобные моменты, о которых мы конкретно поговорим далее. Что касается самого лечащего, то он должен позаботиться в первую очередь о себе, о своей безопасности, о безопасности своих родных, близких, о безопасности того, кого лечит, о безопасности того родственников, кого он лечит. Он должен обезопасить дом, в котором он будет производить процедуру лечения больного. И это все через викр, поминание Всевышнего Аллаха. То есть как сам Ракль, который читает руки, так и его семья должны предостерегаться. Они должны читать викр, быть с Аллахом, читать Коран и, естественно, быть далекими от всего греховного. Также нужно подготовить и того, кого мы лечим, кого лечат Ракль. Также нужно ему сказать, что он должен отойти, оставить все большие грехи, должен приблизиться ко Всевышнему Аллаху, и также нужно посоветовать его родственникам, родным и близким быть также на имане, на вере и быть далеким от всего греховного. Что касается места, в котором будут лечить больного, то пришло от практиков в этой квартире, в этой комнате стоит крикнуть трижды азан. Ведь пророк Саусалим говорил, что когда кричится азан, шайтан удаляется от этого места. Затем читается трижды сура Зальзаля и вязуль зилят и арду Зальзаляха. Трижды читается эта сура. И затем, указывая на каждый из углов, на потолок и на пол, Ракль читает Айтель Курси. Получается шесть раз. И таким образом он делает это место благим и удобным для того, чтобы начать лечение. Итак, те, которые присутствуют на процедуре лечения больного, и те, которые родные больного, они должны знать зикры, которые пришли из сунны. Эти дуаны, которые пришли из сунны, следует повторять. Если кто не знает, то сам читающий, он берет, кладет свою руку на лоб больному и читает эти дуа, и читает Коран. Таким образом, делая причину, излечить человека от этого недуга, от колдовства, от сихра, чтобы избавить человека от этого душевной болезни. Итак, лечение больного – это огромный комплекс. И чтение Корана врача или лечащего, и подготовка того, кого мы лечим от этого недуга. Все это занимает определенное время, определенный труд. И тут очень важно, что ослабить вот это внутреннее давление или ослабить внутреннее влияние джина на человека. И здесь, опять же, мы прибегаем к опыту успешных врачей с помощью Всевышнего Аллаха. И для этого нам понадобятся следующие подручные средства. Это вода. И будет очень хорошо, если это будет вода замзам. Потому что сама вода замзам, она исходит из места, намоленного места. И она сама по себе является шифа выздоровления. И здесь следует даже для профилактики использовать как для наружного применения, так и для внутреннего. То есть воду замзам или воду, на которой мы читаем аяты из Курана. И очень важно знать, что это за аяты из Курана. Есть семь известных аят у шифа или аяты выздоровления. Это сура Аль-Фатиха, которая сама по себе и название ее шифа, исцелением. Это девятая сура, сура Тауба, четырнадцатый аят, аят исцеления. Это десятая сура, сура Юнус, пятьдесят седьмой аят. Это шестнадцатая сура Нахль, шестьдесят девятый аят. Это семнадцатая сура, сура Толь-Исра, восемьдесят второй аят. Это двадцать шестая сура, которая называется Шуара, восемидесятый аят. И это сорок первая сура, фуссилят, сорок четвертый аят. Эти аяты можно читать на эту воду. Даже если это будет замзам, это будет еще более полезно. Затем в эту воду можно добавить масло олив или оливковое масло. Также очень полезно в случае болезни или для профилактики просто брать и все свое тело обмазывать этим маслом. Пророк Саласалим, это из Сунны, он умощал свои волосы этим маслом. И это масло как полезно для нашего тела, для нашего организма, так же оно и полезно в этом случае в борьбе с дьяволом, с демонами. Также средством для борьбы с дженами это Варахат Сидр. Это листья дерева Сидр. Сидр или как его называют лотос, но не тот лотос, который растет на болотах, а именно большое дерево. В основном оно растет в жарких странах и оно не так распространено. И сегодня его можно заменить лавровый лист. Этот лист мы стираем в порошок и добавляем в воду, перемешиваем воду с этим порошком. Так же принимаем этой водой душ. Так же можно добавить и очень действенно вода роз или розовая вода. Она так же продается в наших мусульманских магазинах. И очень полезно в этом случае так же масло черного тмина. Так же его можно 7 капель накапать в воду и принять душ. Можно так же применять маленькими порциями вместе с медом внутрь. Это так же очень действенно, очень полезно при этом недуге. И вообще это для профилактики тоже очень полезно, эту процедуру осуществлять. Еще полезным или действенным средством с помощью Всевышнего Аллаха Субхану Аталя является вот это вот благовоние, которое называется Аль-Хаджир Асвад. Миск или благовоние, название его Черный Камень. Так же имеется в продаже в мусульманских магазинах. Мы берем зубочистку и 7 капелек опускаем в воду и этой водой принимаем душ. Так же это очень действенно в борьбе с джинами. Что касается воды, то естественно ее количество должно соответствовать тому, чтобы этой водой принять душ. Это может быть небольшой тазик с водой, начитанной водой с добавлением вот этих вот средств. Также одним из средств являются лепестки шафрана, зафран. Но не стоит путать лепестки шафрана с той приправой, которая продается на рынках как желтый порошок. Нет, это лепесточки, маленькие лепесточки. Что мы с ними делаем? Мы их складываем в тарелочку или в какую-нибудь емкость. Добавляем туда воды зам-зам. И это все у нас должно вот так вот перемешаться. И вода, как вы заметите, она обретает желтоватый красноватый цвет. Итак, мы подготавливаем специальную ручку, используя зубочистку на конце. Вот таким образом мы разводим шафран в зам-заме, в водичке. Берем чистый кусок бумаги и наносим на него аяты шифа. Можно написать все, можно в отдельности. Например, мы напишем суру Аль-Фатиха. И стараемся написать полностью суру Аль-Фатиха или аяты шифа. У нас получается вот так вот на плачке бумаги надпись. Затем что мы делаем? Затем мы опускаем эту бумагу в воду или в зам-зам. И вот таким образом растворяем эти надписи. И вода становится еще более действенной и полезной для лечения от сглаза, от сихраколдовства и от других душевных болезней. Итак, в результате у нас есть зам-зам начитанный и с аятами шифа. И эту воду можно пить, давать детям для профилактики. А тем, которые болеют, это может стать причиной их выздоровления с помощью Всевышнего Аллаха. В первую очередь, конечно же, лечащий рак должен выслушать больного и определить его диагноз. Есть признаки как внешние, так и внутренние, чтобы определить, что человек болеет этой болезнью и нужно его лечить. И уже после этого он может ему предложить комплексное лечение. То есть ослабить действие джина внутри человека, а затем, прочитав ему Куран, избавить его от этого бремени. Итак, в результате беседы врач или лечащий, он может заметить, что в первую очередь признаки поражения джином. Видно, когда он чувствует, что человек все меньше и меньше поминает Всевышнего Аллаха. То есть он не читает Коран, он не оберегается, он не читает викр. Это первая причина того, что, скорее всего, человек болеет джинами. Затем он чувствует в разговоре нескладность его речи, непонятные лишние движения, путание в словах. Это также является причиной того, что человек, скорее всего, заболел. Также, если он слышит от больного то, что у него постоянная сонливость, он много спит, бодрость не приходит к нему даже после продолжительного сна, он чувствует и видит то, что этот человек нечист, или он не любит очищаться. То есть от него может исходить какой-то запах неприятный. Или его руки немыты, лицо, голова. Видно, что человек долгое время не принимал душ. Также это является признаками того, что человек заболел джином, либо то, что на него навели порчу или заколдовали. Также стремление человека побыть как можно дольше наедине с самим собой в темноте, в окромешной темноте. Также очевидными признаками того, что человек, скорее всего, заколдован, на него навели порчу, когда он мало моется, купается, от него исходит неприятный запах, он не стригется, у него длинные волосы, неестественно длинные волосы, не убранные, неухоженные волосы, у него длинные ногти, грязные руки. Это также является признаками того, что человек, скорее всего, поражен джинами. А также смех без причины, резкий плач без какой-либо причины, частичное оцепенение, безцельное какое-то хождение, когда человек встает и куда-то ходит, поворачивается, оборачивается, ходит кругами, это также указывает на то, что в человеке есть джин. Также, когда человек жалуется или жалуются его родственники, что у него постоянный страх и сомнения в его же родственниках, когда он кого-то в чем-то постоянно подозревает, не доверяет, это также является признаком того, что на него навели порчу. Также признаками этой болезни является постоянная депрессия, когда у человека появляются навязчивые идеи покончить жизнь самоубийством, когда он отчаивается во всем и погружается в полную апатию. Это также говорит о заболевании этим человеком джинами. Когда человек постоянно, постоянно без устали слушает музыку, запретную музыку, когда человек подвержен грехам, когда не остерегается и не разделяет между халялем и харамом, также это может быть причиной того, что человек поражен джинами. Также очевидными признаками болезни является частичное либо полное окоченение человека. То есть, когда человек не чувствует части тела или они его просто не слушают, нервные тики, жалобы на постоянные головные боли, боли в груди, боли в спине, также являются причиной того, что на человека существует воздействие со стороны колдуна джинами. И, конечно же, когда человек начинает сомневаться в религии, сомневаться в Аллахе, сомневаться в каких-то фактах, в которые мы обязаны верить, это тоже является причиной того, что человек, во-первых, ослабел иманом и, возможно, он поражен джином. Как мы отмечали ранее, я повторяю, то, что большой процент успеха в исцелении, которое также зависит от Всевышнего Аллаха, конечно, лежит в руках самого больного. То есть, если он хочет излечиться, он делает эти причины, он ослабевает влияние джина в себе, и тогда ракой читающему будет легче сделать все причины, дабы исцелить человека, больного человека. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы он исцелил всех наших больных, и чтобы он укрепил всех наших тех, кто стоит на этом пути и лечит наших больных, и чтобы Аллах защитил нас, наших детей, наших родных и близких от этого недуга, и чтобы ни у кого из нас и у наших близких даже мыслей не было обращаться к шарлатанам, к шайтанам, к людям, которые связываются с тем потусторонним миром, связь с которым Всевышний Аллах нам запретил и назвал это куфром. То есть, не верим. Баракаллафейкум, вассаляму алейкум, ва рахматуллахи, ва баракату.